Это третий выпуск канала Харвестер. Рад, что ты с нами и продолжаешь нас смотреть. Это действительно вливается в какую-то интересную историю. Я думаю, что наш канал в этом году уже наберет приличное количество подписчиков. Сегодня в нашем выпуске вы увидите интервью с Максимом Оскаровичем Паташовым. Это магистр игры «Что, где, когда». А также мы побегаем сегодня в парке Царисина с молодым селфмейдом, предпринимателем, махачом Хайбаевым. Досмотрите этот выпуск обязательно до конца, потому что он будет очень насыщенной и полезной информацией. Погнали! Первый год мы сделали 700 тысяч долларов оборота. Это будет без инвестиций. Зарабатывать больше, чем все преподы, которые мне преподавали. Если человек начинает с того, что обещает чудодейственные рецепты, он точно обманывает. Это 100%. Друзья, мы вышли на пробежку. Нам очень повезло с махачом. Я его представлю позже, но сначала расскажу, что мы живем возле этого прекрасного парка. И решили сегодня вместе побегать. Ну и что-нибудь интересное отснять. Знакомьтесь, друзья. Это махач Хайбаев, основатель бренда Меглиори, предприниматель, молодой, успешный. Спасибо. Рад тебя видеть. Взаимно. Махач, расскажи немножко о себе. Мне 23 года. У меня компания папаши в обуви, Меглиори. Вот. Бизнесу полтора года. Отроду. Вот. Сейчас мы делаем мужскую обувь на заказ здесь в России. Премиум класса. Ты откуда сам? Сам из Махачкалы. Родом. Вот. 15 лет переехал в Питер. Поступил. И где-то в 21 я уже перебрался в Москву. 22. Перебрался в Москву. И вот здесь успешно работаем. Расскажи про свой переезд в Питер. Кто тебя сподвигнуло на это? На самом деле просто жажда, так сказать, вырваться из родительского... Гнезда. Можно и так сказать. Это, наверное, основная причина была. Почему именно в Питер? Потому что в Москве есть родственники, тоже есть какое-то влияние. Хотелось как-то более быть самостоятельным одному, пожить в общежитии, там, узнать, как говорится, что это такое, вот, с самых низов. Ну и это было очень, так, здравое решение, вот. Как зародилась идея заниматься обувью? Идея... Вообще, вот у меня был такой фетиш еще где-то лет 17. Я это вот обнаружил. Я тогда уже, в принципе, зарабатывал денег, как вот, как-то даже в каком-то издании написали, типа, зарабатывает больше, чем все преподаватели. Реально, зарабатывает больше, чем все преподы, которые у меня преподавали. Ты, да? Да, да, в университете, вот. И я подумал, ну, зачем я себе зарабатываю, там, в 16-17 лет 100-150 тысяч рублей, зачем мне, что мне он, ну, научит, да? Я на последнем ряду сидел с макбуком такой и что-то там делал, вот, да. Как-то... Это то, что с обувью начал, да? Нет, это я вот уже занимался всякими айфонами. А, я промоутером работал, вот, там был хороший доход. Потом, собственно, начал заниматься обувью. Почему? Потому что в эти времена я начал покупать ботинки, шмотки в ЦУМе, вот, питерский ЦУМ, там начал покупать. И вот как-то так. Еще я выискивал ботинки, которые стоят там, столько-то ходил туда мерить, потом заказывал на интернет-сайтах, там, со скидками какими-то вот так вот. Друзья, я рад представить вам человека, которого, в принципе, можно и не представлять. Человек, который серьезно повлиял на мою жизнь. Это мой ментор по жизни, ориентир. Человек, на которого я смотрю с детства. Многократный чемпион спортивной версии игры «Что, где, когда». Магистр игры «Что, где, когда». Максим Оскарич, Photoshop. Хорошо. Спасибо, Максим Оскарич, что пришли сегодня. Спасибо, что присосели, да. Здравствуйте. Многим, думаю, будет интересно, чем вы занимаетесь вне передачи «Что, где, когда». Работать. Я в данный момент, собственно, возглавляю компанию R&P Consulting. Мы ее создали. В 2009 году она занимается консалтингом в области маркетинга, продаж клиентского сервиса. Это вот наше основное, основное ключевое направление деятельности. Это именно клиентский сервис. У нас достаточно большие проекты с большими компаниями, посвященные, в первую очередь, именно этой теме. А вообще я работал в разных компаниях разного размера. Занимался в основном маркетингом, аналитикой. У них такие достаточно известные компании, как лаборатория Касперского, Росгострах, группа МСК, ну и так далее. Довольно большая моя рабочая биография, разнообразная. Хотелось бы узнать, как начинался ваш путь, начиная с молодости. Учился в школе, потом начинал физтех. На тот момент, наверное, лучший вуз нашей страны. Этим я горжусь, что есть в моей биографии такая страница. Потом начал работать, параллельно продолжал преподавать. Вот в одном вузе довольно долго я там оставался, но практически с самого начала занимался разным бизнесом. Это были 90-е годы еще, самое начало, когда в нашей стране бизнес только формировался. Поэтому мой рабочий опыт, он был крайне разнообразным. От маленьких каких-то компаний, которые только-только пытались встроиться в новую рыночную ситуацию, торговали чем угодно, как угодно. И далеко это, на самом деле, от полноценного бизнеса. Поэтому это очень важный и полезный опыт, который меня многому научил. А потом уже был бизнес более такой институциональный, более солидный. Большие компании, которые тоже мне, наверное, много важного и полезного дали. В Википедии про вас пишут математик, маркетолог, бизнес-тренер. Кому вы относитесь больше всего к себе? Я математик по образованию, я, конечно, давно уже не математик. В жизни не пригодилось, но пригодилось умение не бояться никаких задач и искать нестандартные пути решения. Маркетолог, да, это вот моя основная деятельность. Так или иначе, все, чем я занимаюсь, связано с маркетингом. Я был директором по маркетингу в разных больших компаниях. Сейчас занимаюсь конслацией в области маркетинга и, собственно, обучением в области тоже маркетинга, в первую очередь, но не только. Ну и, соответственно, бизнес-тренер – это такая история, которая со мной случилась неожиданно для меня самого. Потому что где-то, наверное, лет 7-8 назад, помимо запросов, поступавших на разные консалтинговые задачи, к нам, к нашей компании, ко мне лично стали обращаться разные структуры с предложениями выступить с некой учебной программой, публичными лекциями, рассказами о чем-то. И мне было интересно попробовать, а на сегодняшний день оказалось, что это вот занимает огромную часть моей жизни. И уже так часто я этим занимаюсь, что действительно приходится называть себя и бизнес-тренером в том числе. На эту сферу деятельность сейчас большой тренд в нашей стране. Вы выделяете каких-то бизнес-тренеров? Мне интереснее поговорить о трендах, сложившихся в этой истории, а не о персоналиях. Потому что, к сожалению, действительно сейчас очень модная тема, и это очень насыщенный рынок, но на нем очень много людей, которые не имеют реального практического опыта, да, и пытаются учить других тому, чего по большому счету не знают сами. Да, вот таких людей я боюсь, не люблю, да, и уважаю, наоборот, тех, у кого действительно есть за душой то, что они сами прошли, да, то, что они знают и понимают неумозрительно, то, что они щупали руками, да, люди, которые наступали на грабли, да, и, исходя из этого, могут других чему-то научить, в том числе опираясь и на собственные ошибки. Такие люди есть на нашем рынке, и к ним и следует в первую очередь обращаться. Друзья, одна из наиболее интересных тем для зрителей – это то, как выстраивать бизнес, как строить бизнес с нуля. Практически на этом этапе находимся сейчас и мы. Как вы знаете, я продал все свои старые бизнесы и начал новую модель, абсолютно новый бизнес – это видеопродакшн. И я хочу освещать его каждые этапы для вас, и думаю, что вам это будет полезно. Однозначно этот бизнес должен дойти до определенных результатов, и мы над этим работаем. Поэтому, друзья, я думаю, вам будет интересно, как мы выстраиваем все этапы. У каждого бизнеса есть такой этап, который называется «долиной смерти», когда многие сталкиваются с первыми трудностями и выпадают из борьбы, и просто бросают бизнес, идут в найм или начинают делать что-то другое. Сейчас мы сталкиваем свой бизнес с реальным миром. Мы воплощаем нашу идею в реальную историю. То есть, что такое бизнес? Это, по сути, зародившаяся идея. И, как правило, она бывает очень амбициозной. Каждый человек думает, «Вау, вот сейчас я зару этот мир, у меня крутая идея, об этом никто до сих пор не знал». Но когда он выходит в реальный мир, он получает полное разочарование, сталкивается с тем, что на самом деле его, оказывается, никто не ждал в этом мире, в мире бизнеса, и у человека появляется пессимизм. Многие на этом этапе и сливаются с этого. Сейчас мы сделали следующее. Мы не сняли офис. Раз. Пока еще не сняли офис. Мы не наняли много сотрудников. У нас штат оператор, монтажер, помощница моя, которая изучает рынок и дает мне какие-то сведения. Это мой партнер, который готов инвестировать в те рынки, которые мы сейчас анализируем. Готов инвестировать в рекламу, в поддержку, в маркетинг. Но пока что мы изучаем рынок, и мы не спешим делать каких-то поспешных шагов. Сейчас мы получаем клиентов из разных областей. Мы снимаем и различные автообзоры. Мы снимаем бизнес-интервью, бизнес-мероприятия. Мы делаем обзоры бизнесов. Мы снимаем квадрокоптеры. Мы делаем всяческие попытки. Для чего мы это делаем? При небольшой наценке, при небольшой маржинальности мы анализируем рынок. Мы сейчас на этом не зарабатываем, а несем наоборот даже какие-то убытки. Почему мы это делаем? Потому что мир еще о нас не знает. Да, у нас есть крутой продукт. Да, у нас есть крутая идея, огромные планы, большие амбирсы. Но мир об этом не знает. Мы сейчас заявляем о себе. Мы делаем точки касания с клиентами. Мы получаем обратную связь. Получаем качественную обратную связь. Только это и делаем. К тому же мы анализируем конкурентов. И мы уже выбиваемся в какие-то позиции. Мы уже видим, где мы лучше, а где мы слабее, как наших конкурентов. Это очень круто, друзья. Я вам всем рекомендую также заходить в рынок. То есть делать больше кейсов, создавать портфолио и стараться выходить на какие-то крупные компании. Даже если вы там особо не зарабатываете. Это делает вас сильными и вызывает огромное доверие. То есть ты родился с предпринимательской жилкой уже какой-то получается, да, по сути? Мне кажется, предпринимательство – это просто такой путь, да, который ведет к свободе, а финансовой, б, вообще в целом в принятии решений, там, ц, в выборе, собственно, жизненного, там, жизненных каких-то решений важных. Когда жениться, сколько ходить, там, в спортзал, сколько ходить на работу, когда путешествовать, когда, там, уезжать к родственникам. Это ты сам решаешь. Это путь, бизнес – это путь к этому. Достаточно такой простой, понятный, поэтому бизнес. Что нужно молодому человеку, чтобы вот взять и основать такой бренд? Что у тебя было на старте? Если говорить про финансы, в финансовых возможностях на тот момент больших не было, так как между моим концом работы последней, ну, всякими вот такими заработками, продажи всяких айфонов, там, какие-то продукты. Патчи, какая-то сигарет, что-то мы продавали как-то, вот. Вот до начала обувной темы прошло достаточно долгое количество времени, я искал, смотрел, и денег было не так много. Я вот на 28 тысяч рублей, помню, заказал 4 пары обуви и начал продавать их там через Инстаграм, ВКонтакте. И вот что самое интересное, я заметил, это как, если ты как ребенок в этом, то ты не думаешь много о том написать. Вот мужчина, который в костюме носит хорошую обувь, написать ему ВКонтакте или в Инстаграме или нет. И я как ребенок писал всем подряд, и у меня начинали заказывать, причем заказы достаточно хорошее количество пар тогда. И тот цех, который мне эту обувь изготавливал, он начал мне заламывать цену и делать ниже качество, потому что объем у них уже вырос. Вот, как-то так. То есть ты хочешь сказать, что если ты становишься более уже взрослым, мудрым, осознанным, то у тебя какие-то стереотипы появляются? Когда осознанным, мне кажется, нет, но если просто в целом человек переживает много разных удачных и неудачных ситуаций, начинает лишний раз размышлять, взвешивать за и против. Человек начинает много думать, перед чем что-то сделать, начинает думать. А это вообще, ну, категорически исключено в бизнесе, то есть думать вообще нельзя. Сколько ты сегодня зарабатываешь в среднем и сколько ты продаешь обуви? Обуви продаю я от 80 до 180 пар в месяц. Средний чек? 34 тысячи рублей. Одна пара обуви. Да, первый год мы сделали 700 тысяч долларов оборота, это будет без инвестиций. Вот, сейчас мы вот готовили финансовую отчетность для инвесторов, но по факту, не скажу, что мы супер выросли, но большая заслуга того, что бизнесу теперь я уделяю, ну, операционной деятельности я уделяю, наверное, 2 часа в неделю, по четвергам. Ну, в любом случае прибыль компании составляет 950 в среднем по месяцу тысяч рублей, вот, какие-то месяцы может она составлять 700, а в какие-то она вот доходила до 1,1,6, около того миллионов, вот, и эта прибыль есть. Сами на себя забираю достаточно немного денег, где-то от 300 до 500 тысяч. А как можно отличить, вот, так скажем, ну, грубо, конечно, высказать, шарлатанов от реальных людей, которые могут дать реальные знания? Ну, есть два способа. Первый – это все-таки посмотреть на биографию, да, и понять, чем человек занимался в жизни. Исходя из этого, можно сделать серьезные выводы о том, чему он действительно способен научить. Ну, а второй путь, он более сложный – это слушать, что человек рассказывает. И здесь есть два таких точных признака. Первый признак – если человек начинает с того, что обещает чудодейственные рецепты, обещает, что люди, которые послушают его 2, 3, 8 часов, выйдут после этого обновившимися, изменившимися, и вышедшими на новую ступень успеха, он точно обманывает. Это 100%. Потому что волшебной палочки нет, никаких чудодейственных рецептов не существует. И, по большому счету, единственная задача бизнес-тренера, спикера, заключается в том, чтобы заставить людей задуматься. Заставить людей задуматься, заставить людей рефлексировать, анализировать то, как они существуют в своей профессиональной деятельности, в жизни и так далее. И дать им конкретные практические инструменты, которые работают только тогда, когда человек действительно серьезно готов работать над собой, готов серьезно думать. А есть или нет инструментов, тоже очень легко понять. Просто после окончания выступления попытаться вспомнить для себя, а что вы, собственно, услышали. И если у вас в голове будет набор зажигательных лозунгов, ужимок, прыжков, мантр и так далее. Я шутуешь! Я шутуешь! Вы зря провели время. В одном из своих выступлений на бизнес-завтраке вы как-то сказали, что тот тренд, который диктуют сейчас американские книги или те же самые бизнес-тренера, что молодежь должна идти сразу в бизнес, делать, пробовать. Вы его немножко опровергли и сказали, что это неправильный путь. Как вы можете комментировать это, свою такую точку зрения? Все-таки молодые сначала должны поработать на кого-то, научиться каким-то, понять какие-то вертикали, горизонтали, структуру каких-то бизнес-корпораций и так далее. Или есть более развернутый ответ на это? И, конечно, есть много случаев, когда совсем молодые люди, не имеющие никакого опыта за счет энергии, за счет незашоренности, за счет открытости и, соответственно, большого количества творческих идей, действительно создают какие-то стартапы, бизнесы, добиваются успеха. Ну, надо понимать, что вот такие случаи, они получают очень большой пиар, да, такие люди, они становятся, ну, уже до какой-то степени медиаперсонами, да, и их стараются представить образцами для подражания и предлагают другим делать жизнь с них, хотя на самом деле они, конечно, исключения. Вообще, в среднем из 10 новых проектов взлетает, выживает один. Поэтому я бы все-таки рекомендовал начинающим бизнесменам, молодым людям постараться сначала этот опыт получить. Мне кажется, это очень важно. Раз мы говорили уже, начали говорить о молодых, на стадии после школы ребенку куда идти, это в вуз или все-таки бизнес-образование? Я вообще, чем больше живу, тем больше понимаю, что образование как таковое вещь не самая важная. Точнее так, важно, чтобы оно было, да, это опыт некий, полезный, который сегодня человеку нужно получить. Но какой именно вуз у него за плечами? Вопрос нерешающий. Конечно, хороший вуз полезен, прежде всего, с точки зрения систематизации мышления, с точки зрения огранки вот того таланта, того интеллекта, который человеку дан от природы, с точки зрения среды, в которой у человека попадает, полезных контактов и так далее. Но в действительности гораздо важнее немножко другое навык самообразования, который у человека неизбежно должен выработаться, потому что, к сожалению, жизнь сегодня так быстро меняется, что никакой вуз, никакое образование не может обеспечить человеку запас знаний и навыков на всю оставшуюся жизнь. Учиться надо постоянно, постоянно осваивать новое. И вот формальное образование, когда человек получается сначала в школе, а потом в вузе, оно в первую очередь должно быть заточено именно на то, чтобы человек освоил навыки обучения. Какие основные источники трафика, спросите вы? Что мы сделали? Я заказал лендинг, его пока еще нет, но так или иначе клиенты идут. Откуда идут? Первое – это сарафанное радио, друзья. Это самое лучшее, что может быть вообще. Это когда ты заявляешь всем своим знакомым, всем своим друзьям то, чем ты занимаешь. Из тысячи знакомых двоим-троим, возможно, этот продукт понадобится. Для вас же это возможность получить, опять-таки, кейс, обратную связь. Не пытайтесь заработать на этих клиентах с первого раза. Всегда знайте, что у бизнеса есть убыточный этап. Это нормальное явление, этот этап все проходят. Потом этап, когда вы работаете в ноль, и только потом вы должны что-то зарабатывать. Я не останавливаюсь на одном канале привлечения трафика, я всегда создаю новые каналы. Второе, как вы знаете, я активно веду Инстаграм. У меня есть свой личный Инстаграм, который приводит мне клиентов. У меня есть Инстаграм бизнес-аккаунта. Оттуда, к сожалению, пока еще не было клиента, но мы думаем, что в скором времени они появятся, так как мы еще не настроили, мы его не упаковали, как положено, потому что просто на это пока не было времени. Другие каналы – это Авито. Нельзя пренебрегать этими огромными площадками, как Авито, Юду. Есть еще много масса сайтов подобного рода. Мы обязательно на них тоже выйдем, мы обязательно их тоже изучим, просто для того, чтобы делиться опытом о том, как вообще дела там отстоят. Но на сегодняшний день я вам уверенно могу сказать, что Авито – это очень хорошая площадка для построения бизнеса. Чем хорош Юду? Это площадка, где люди четко формулируют свою задачу. И мы понимаем, на что есть запрос. Мы берем 100 объявлений из Юду и просто их изучаем. Как люди выстраивают свое ТЗ. Это очень круто нам помогает с копирайтингом. То есть мы выявляем, по сути, боль. Мы экономим время на общении с конкурентами. Мы просто можем выявлять боль за счет запросов, которые там есть. Обязательно обратите внимание на эти площадки. К тому же сайт, инстаграм. Я не хочу заходить пока в ВК, потому что для меня это темный лес. Я позже обязательно тоже эту площадку изучу, либо кому-то делегирую своих сотрудников. Но так как мы пока, как я вам сказал, уже ограниченным составом работаем, пока таких людей нет. Это пока все, что я хотел рассказать про свой бизнес, на каком он этапе. И обязательно буду держать вас в курсе всех событий, которые будут происходить в нашем деле. Следите за новостями, друзья. Огонь! На какие рекламные инструменты ты сейчас делаешь особый упор? Мы настраиваем контекстную рекламу, таргетированную, инстаграм, имейлы, рассылками пользуемся. Какие-то акции делаем через смс-рассылки. Поэтому на большие каналы закупки трафика мы еще не вышли, потому что я считаю, что есть еще большое количество трафика, количество клиентов в тех каналах, которые мы используем. Поэтому мы стараемся придумать креативные методы, как оттуда вытащить клиентов. Они достаточно дешевые, там все остальные каналы, они уже идут, если говорить про стоимость привлечения клиента, дорогие. И туда нужно инвестировать не на то, чтобы с первой покупки нового клиента ты вернул деньги за рекламу и купил еще одного клиента, грубо говоря. Там надо смотреть в долгую чуть. Долгих денег у нас нету, так как проект не инвестиционный. Поэтому мы стараемся окупаться с первого клиента, который у нас заказ в ботинке. С этих каналов мы это делаем. Михалыч, какие цифровые показатели ты на сегодняшний день отслеживаешь? Я отслеживаю несколько показателей. Это называется ключевыми статистиками нашей компании. Это количество заявок, количество встреч, количество пар с разбивкой готовые, сертификаты подарочные и обувь заказанная. И количество произведенной продукции, и последнее количество успешно доставленной обуви, чтобы я видел процент корректировок, то есть сколько пар уходит обратно на доделку, на производство. Михалыч, расскажи про свой лид-магнит. Как происходит вообще? Как мы, ну на что мы привлекаем, можно сказать, к заявке? Мы заявки привлекаем на, не на обувь, конечно, потому что обувь там за тридцатку продать сразу тяжеловато. Мы в каталог, который является более раскрывающим суть. Там реально все модели ботинок в разных комбинациях. Там что мы делаем, откуда кожа, прям более подробно. Вот, послание от меня. Ну, как коммерческое предложение, по структуре такое составлено. И уже, которое у человека вызывает интересы, наш колл-центр там на основании этого предложения спрашивает, что человеку понравилось. Какая конверсия, Махач? Сколько человек должны получить каталог, чтобы у тебя появилась одна заявка? Заявки во встречу, у нас конверсия 11%, вот, а заявки достаточно дешевые, и их вот в таком объеме мы их перевариваем. Сколько человек сейчас у тебя работает? Сейчас работает 18 человек, мы недавно сократили хорошенечко штат, просто почистив, так сказать, ну, вот штат теми, не плохими сотрудниками, а просто получалось так, что у нас много было людей по одному человеку на разные маленькие участки, и получалось так, что зарплата, когда начисляется, а у нас все безокладная мотивация, все внедрено, вот эти прям прекрасные инструменты, и когда падает там, грубо говоря, их процент, разделить на количество людей, которые участвуют в этом, получалось маленькие зарплаты. Мы просто посмотрели, как это оптимизировать, поняли, что у нас там колл-центр, там, ну, лишний есть персонал в колл-центре, вот, перекинули часть заявок там на людей, которые находятся в шоу-руме, вот, не постоянно звонят, и как-то, чтобы люди больше зарабатывали, то есть, в связи с этим мы немножко подсократились, до этого работают 33 человека. Как вы пришли в передачу «Что где и когда?»? В 94-м году меня впервые пригласили в «Что где когда?», вот я хорошо помню, да, свою первую игру летом 94-го года. Что вам дала, что вам принесла эта игра, как она повлияла на вашу жизнь? Ну, наверное, сильно повлияло было бы. Странно, если бы это было не так, потому что, действительно, у меня с ней связана уже очень большая часть жизни, я уже, в общем, дольше играю «Что где и когда», чем «Нет», да, это уже больше половины жизни, вот, поэтому я себя, конечно, без этого не очень представляю, и мне даже трудно судить о том, как моя жизнь сложилась бы, если бы игры в ней не было. А вы помните тот декабрьский выпуск 95-го года, когда вы болели? Команда принимает решение оставить вас на «Супер Блиц», и вы отвечаете на все три вопроса. Максим, у меня просто сказали, что вы сегодня плохо себя чувствуете, что вы просто больны. Это так или нет? Да, это так. Так, может быть, вас заменит кто-нибудь, я начинаю болеть уже за раз. Вроде мы уже решили. Как-то, да, что-то помню. Нет, я, конечно, не помню никакие вопросы, не помню ту игру, ну, вот это состояние сильного насморка, да, когда мне пришлось играть в «Супер Блиц», это я помню хорошо, да. Что вы чувствовали в тот момент? Я ничего особо не чувствовал. Да. У вас такая своеобразная манера ведения игры, вы всегда бываете максимально молчаливо, вы не любите говорить, вот. Это вам помогает сконцентрироваться как-то? Я вообще очень не люблю, когда во время игры много разговаривают. Мне трудно играть сильно разговорчивыми людьми, они мешают думать. На вас многие люди ориентируются, в том числе и я, Александр Иванович, и я уверен, таких, как я, много. Есть ли у вас какие-то ориентиры, смотрите ли вы на кого-то и хотите ли вы быть похожим на кого-то? У меня таким ориентиром, безусловно, был мой отец во многом. В игре, когда я начинал играть, для меня таким ориентиром, конечно, был Саша Друсь. Вот, хотя не то, чтобы я прям хотел был к нему похож, но я точно знаю, что я у него очень многому научился. Вот, а в бизнесе, наверное, таких людей нет. Максим Васильевич, такой вопрос, что, на ваш взгляд, является успехом? Кто такой успешный человек? Успех для разных людей означает разное. И есть совершенно разные критерии, единицы измерения этого успеха. Вообще говоря, считается, что, ну, мне, по крайней мере, известно, пять так называемых базовых ценностей. Это вот те шкалы, которыми можно измерить успех. Это деньги, это власть, статус, положение в иерархии, это вторая ценность. Третье – это известность, популярность. Четвертое – это защищенность, безопасность. И пятое – это свобода, независимость, возможность творчества и самореализации. И, в принципе, у каждого человека своя система приоритетов. Ужас в том, что очень многие люди вообще об этом не задумываются, да, и идут по жизни, не очень понимая, а, собственно, к чему они идут, в чем их цель, да, и чего они хотят добиться. И с ними бывает очень неприятная история, когда они долго идут к какой-то цели, достигают ее и понимают, что вот это совсем не то, что им нужно. Про себя я точно знаю, что для меня ключевая ценность пятая – это свобода, это независимость. И пытаюсь ее максимизировать в своей жизни. Зарабатываете ли вы столько, сколько хотите на свои наше деньги? Ну, предела совершенству нет. Мне хватает. Ну, на самом деле, я как бы к деньгам отношусь с уважением, но без трепета. Да, для меня это все-таки скорее инструмент важный, нужный, но не самоцель. Да, поэтому, в общем, ну, мне хватает для того, чтобы жить так, как мне хочется, ну, наверное, и больше бы не помешало. Как вы проводите свое свободное время? Какие у вас хобби? Ну, я очень мало. У меня вот есть, скажем так, два основных хобби, которые все знают. Это, да, что никогда и бридж. Да, вот они, собственно, все свободное время забирают. И то не хватает, причем очень сильно. Еще вы говорили в передаче, что вы вместе ходите вот с командой, что никогда париться. Ну, это у нас ритуал такой, традиция, да. Перед каждой игрой мы, да, обязательно идем в баню. У вас какой-то определенный костяк или вы берете все? Командой нет. А, командой? Заниматься в жизни нужно тем, что интересно. Это непросто, потому что, во-первых, нелегко понять, что именно интересно. Сейчас приходится перебрать много разных областей, путей, да, прежде чем найти что-то действительно свое. Но это очень важно найти, и при этом надо не бояться от чего-то отказываться, пробовать новое, искать. Это, во-первых. А, во-вторых, опять-таки требуется терпение для того, чтобы вот то, что тебе интересно, стало действительно и делом твоей жизни, и начало приносить деньги. И чтобы все это вот слилось поедино. Да, но это та цель, к которой надо идти. Идти часто приходится долго, но как раз молодых на это время и есть. Максим Ушачевич, у меня есть одна цель, я хотел бы услышать ваш совет. У меня есть цель посетить одну из передач «Что, где, когда» в качестве зрителя. Что вы мне посоветуете? Когда попадают либо представители компаний, спонсирующих игру, да, либо личные гости игроков. То, что можно приглашать одного человека на, соответственно, ту игру, когда сам играешь. Там еще лет шесть назад было с этим гораздо проще, сейчас это очень тяжело. Ну, для вас мы, может, что-нибудь придумаем. Спасибо. Друзья, вот и подошел к концу третий выпуск. Я хочу вам рассказать про свою цель. На этот месяц мы поставили себе цель 5000 подписчиков до конца сентября. Поэтому поддержите нас этим, подпишитесь обязательно на канал. А также поставьте лайк, если вам это видео понравилось. Поставьте дизлайк, если это видео вам не понравилось. Пишите комментарии. И ждите следующих выпусков. Огонь, друзья, до связи. В принципе, переснимем начало, да, Денис? И концовку тоже сделаем. Отдельно выпишем. Я могу за час прочитать одну книжку даже. Ну, круто. Да, как ты научился этому, что очень-очень много читал. Ух ты, смотри, это что-то там. Реально интересный парк. Что это? Ты не видел? Мыши из этих... Я видел кого-то. Из этих дырок мыши выходят. Это было круто.